Мировое сообщество шокировано очередным терактом. Главы государств и члены правительств выражают свои соболезнования всему турецкому народу. Трагические события обсуждаются сегодня и в Брюсселе, где проходит второй день саммита Европейского Союза. Канцлер Германии Ангела Меркель выступила со специальным заявлением, сказав, что нужно как можно скорее найти организаторов этого теракта. Все главы государств шокированы этим терактом. За последние месяцы Турция пережила целую серию атак. И я напомню, в январе там пострадали туристы из Германии. Я не могу говорить, кто стоит за последними терактами, но я выражу свои соболезнования народу Турции. Безоговорочно осуждают теракты и в других странах. С каждой минуты поступают все новые заявления. Все обещают сплотиться перед лицом терроризма. В организации взрыва в Стамбульском аэропорту подозревают ИГИЛы. Поэтому именно против этой запрещенной в России организации и намерены предпринять меры в самое ближайшее время. Мы соболезны народу Турции, который подвергается нападениям террористов уже не в первый раз. Нужно сказать, что исламисты хотят разделить мусульман и христиан и верующих других религий. Это преступная организация, которая несет разрушение. И поэтому именно сейчас нам с тем необходимо объединиться. Мы будем продолжать сотрудничество во имя уничтожения ИГИЛ. Терроризм не имеет оправдания. И Япония делает все, чтобы предотвратить теракты. Мы выражаем соболезнования семьям погибших и сочувствуем раненым. Япония солидарна с Турцией и народом этой страны. Сейчас аэропорт имени Ататюрка в Стамбуле возобновил свою работу. Однако после теракта там усилена мера безопасности. В здании дежурит военная. Они досматривают всех пассажиров без исключения. Кроме того, территорию патрулируют полицейские с собаками. На месте взрывов до сих пор работают следователи. Несколько терминалов остаются закрытыми. Мои коллеги восстановили события прошлой ночи, когда смертники атаковали Стамбульский аэропорт. Момент взрыва в Стамбульском аэропорту имени Ататюрка попал на камеры видеонаблюдения. Все случилось примерно в 22.15 по Москве. Одна из бомб сработала в зоне внутренних рейсов, другая в международном терминале. По предварительным данным, три террориста пытались ворваться в здание. Но сработал металлоискатель, и полиция решила открыть огонь на поражение. Одного из смертников удалось ранить, но он подорвался уже лежа на полу. Мы работали в офисе. Я был главным по ночной смене. Сначала услышали около 10 выстрелов. Следом раздался взрыв. Мы выбежали и пытались найти безопасное место. Потом произошел второй взрыв. А потом просто начался беспорядок. Пассажиры в отчаянии выламывают двери и выбегают на улицу. Очевидцы сообщают о выстрелах в районе парковки и вооруженных людях, покидающих здание. Спустя час появляется информация о еще одном взрыве. На этот раз на станции метро Аэропорт. Данные о жертвах меняются каждую минуту. Счет убитых идет на десятки. Раненых больше сотни. Люди были сильно ранены. У всех были порезы. У одного парня в спине я увидел осколки от шрапнели и разбитого стекла. В российском генконсульстве сообщают, россиян среди погибших нет. Всех пассажиров и экипаж аэропорта срочно эвакуируют. Местная иностранная авиакомпания отменяет все рейсы в Стамбул. Самолет, вылетевший из Москвы в 21.30, разворачивает на полпути. Борт должен был приземлиться в турецкой столице в районе часа ночи. В итоге в 0.50 воздушное судно возвращается в Шереметьево. На борту 145 пассажиров. Почему им пришлось вернуться, узнали уже по прилету. Сейчас мы уже знаем, конечно, а в процессе нет. Я думаю, чтобы никто не паниковал лишний раз. Но все спокойно было. Сюрдесы молчали, никто ничего. Сказали, что какие-то проблемы в аэропорту. И все, абсолютно все нормально, никакого саботажа не было. Почти сразу появляются первые версии случившегося. Основной теракт на экстренном совещании с министрами озвучивает президент Турции Реджеп Эрдоган. Убийство своих соотечественников он называет заговором. Сегодня атаковали Стамбул. Но это могло произойти в любом аэропорту мира. Лондон или Стамбул, Анкара или Берлин, Измир или Чикаго, Анталия или Рим. Для террористов нет никакой разницы. В 3.29 утра по московскому времени аэропорт Стамбуле возобновил свою работу. По последним данным, в результате взрывов и стрельбы погибли 36 человек. Более ста получили ранения. Ответственность за гибель людей пока не взяла на себя ни одна экстремистская организация. Впрочем, власти Турции не сомневаются. Стамбульская атака – дело рук запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ. Алина Козлова, Ким Андреев, Кристина Орлова. Live.